всем привет дорогие друзья всем привет из канады сегодня я продолжаю свои видео аутфитов на неделю я вижу что вам нравится этот формат вы меня хвалите просите снимать еще и вот я решила продолжать сегодня будет очередное видео 5 аутфитов на неделю принципе на такую скажем раннюю весну потому что несмотря на то что сейчас в принципе конец апреля уже скоро май но у нас по-прежнему довольно прохладно я думаю что не только у нас я так слышала что во многих странах еще погода совсем совсем не летняя даже такая скажем в общем даже не очень весеннее у нас вообще несколько дней назад валил снег прямо такой прям настоящий был снег поэтому так скажем принципе уже не не холодно но еще не не то чтобы прямо где-то лето и весна весна то есть вполне еще можно носить цвета и более такие теплые вещи вот поэтому я вот вам покажу свою подборку на следующую неделю скажем так на раннюю весну на прохладную весну давайте смотреть по традиции начинаем с понедельника и решила я надеть в понедельник черную юбку с такой знаете легкой плясировкой и трикотажная юбка вот таком вот синим синей окантовкой сильно подозреваю что она мне сильно маловато покупала я ее очень давно но померяем посмотрим и к ней я хочу надеть свитер и пиджак вернее свитера тоненький свитерок сейчас покажу тонкий такой свитерок совсем тоненький видите немножко с люрексом он синий синий голубой полоской подходящий к полоске на юбке и сверху хочу надеть пиджак черный ой какая-то грязь нами надо будет почистить вот такой вот черный пиджак с белым кантиком с белыми пуговицами тут в принципе тоже на юбке есть белая полоса так что вот я думаю что это все будет хорошо выглядеть вместе а вот как украшение я решила у меня есть две такие синие брошки винтажные секунды конечно же золото с синими камушками есть вот такие вот тоже винтажные секунды клипсы которые не сто процентов подходит но в принципе довольно подходит вот видите я ушла в такую синюю в синюю тему потому что вот свитер синий полоска на юбке синяя так что вот буду играться добавлять синие цвета вторник я хочу надеть у меня такое есть платье в стиле 60-х годов темный бордовая с поясом таким на талии широкая юбка ну прям такие 60-е и я решила вот подумала что я может быть надену на него вот здесь вот у меня это мое одно из моих последних приобретений в секунде это брошечка винтажная это компании 1928 у них такой характерный сзади рисунок они наносят никогда не штамповали их не делали маркировку но всегда вот благодаря вот этой вот задней обратной стороне можно было понять что за что за бренд и вот серьги у меня есть такие которые в общем совсем не в том же стиле потому что брошка такая викторианская а серьги совсем такие этнические больше такие знаете какие-то инки ацтеки но я попробую может быть это будет неплохо или вот такие вот серьги у меня есть которые тоже не очень в этом стиле не викторианском стиле а наоборот современная такая цепь жемчужины но может быть это будет и неплохо потому что такое будет сочетание вот винтажа с чем-то современным посмотрим примере посмотрю что лучше выглядит среду я надену вот такой вот юбку под змею с разрезом проверю тоже если влезаю в нее большие вопросы у меня по этому поводу но посмотрим и вот такой вот свитер сверху в молочного цвета с деревянными вот здесь вот пуговицами похожими на пуговицы на юбке ну и вот коричневые вот эти вот пуговицы вообще подходит к этому к цвету юбки поэтому я решилась надеть вместе вот такой вот аутфит на на среду и вот думаю надеть вот такие серьги коричневые большие они тоже по цвету подходят к этой юбке ну и немножко как бы они не не под зверя а такие как под черепаху но но по цвету очень подходит по моему четверг маленькая пятница вот такой вот разноцветное платьев цветок красные голубые коричневые желто-бежевое очень яркое платье и на него я хочу надеть пиджак потому что он довольно тонкая я думаю что я в нем замерзну и пиджак я надену вот какой пиджак красный чтобы уже знаете ярко так ярко пиджак немножко старомодный когда-то несколько лет назад были очень в моде вот такие рукава и вот такая вот отрезная баска у него он без пуговиц коротенький узенький получается ярко и немножко старомодно но мне как бы знаете вот мы иногда хочется не обязательно быть прям так на пике моды а вот хочется надеть что-нибудь такое что в общем то уже не самая супер модная вещь но вполне еще носибельно тем более что вот я лично очень люблю вот такие вот рукава широкие я их носила до того как они вошли в моду и очень их любила всегда поэтому когда они стали модными я стала их покупать эти вещи большое количество скупать чтобы они у меня остались когда вещи эти вот из моды перестанут продавать и на самом деле я хочу сказать что я продолжаю носить такие вещи мне как бы особо ну я не особо не парюсь что это прямо не супер тренд а в общем то уже даже немножко анти тренд ну и ладно ну и бог с ним а в качестве украшения мне почему-то захотелось надеть вот такую вот смешную странную брошку на этот пиджак сначала я выбрал такой цветок большой а потом подумала что может быть надо вот эти цветы чем-то погасить чем-то таким знаете странненьким кривеньким чтобы это не выглядело прямо как все цветы красные все такое в общем я решил тем более вот серебряный цвет такой у нее довольно так ну как бы скрадывает лучше чем золото мне кажется ну вот вот такой вот у меня будет аутфит на четверг и пятница кежел дэйт из можно приходить джинсах у нас по адрес коду рваные джинсы носить нельзя но сейчас никто особенно не обращать внимание у нас как бы все как сейчас более демократично поэтому я решила надеть драные джинсы и вот этот сиреневый свитер я в нем уже была вы меня в нем недавно видели я снимала предыдущий мой влог заре я снимала в этом свитере и решила его надеть чтобы долго не не париться и не мучиться и не искать чтобы такое придумать на четверг какой свитер надеть с джинсами и хочу надеть подвеску в качестве украшения только вот не знаю какую вот это у меня есть такая серебряная цепь с таким вот медальоном или вот такая вот цепь из бусинок блестящих с таким вот тоже медальоном и кисточкой очень красивый медальон оба оба украшения тоже секунда и вот посмотрим по мере одно другое посмотрим что лучше подходит Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дорогие девочки, показываю вам первый отфит окончательный. Надела просто чёрные замшевые такие сапоги-чулки. Взяла чёрную сумку с золотыми цепями, потому что у меня такое всё здесь, видите, старинное золото. И вот даже не знаю, надевать ли мне пальто, потому что мне кажется, что, в принципе, этот пиджак довольно тёплый. Ой, цепь извинят мой, пардон. Пиджак довольно тёплый, толстый. И я даже не знаю, если мне нужно какое-то пальто. Может быть, я обойдусь на самом деле и просто пиджаком. Подумавши-подумавши, я всё-таки решила надеть пальто, раз уж у меня такая чёрно-бело-синяя тема. Это пальто довольно тонкое, просто такое коротенькое полупальтишко. Дело в том, что единственное, что мне не очень удобно, пиджак толстый, сверху я надела пальто, ну как-то так. Ну, в принципе, я особо гулять не собираюсь, а вот сяду в машину, доеду до работы и всё, там его сниму. Так на всякий случай, знаете, потому что всё-таки весна весной, но утром довольно прохладно ещё. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, окончательный аутфит вторника. Немножко, может быть, нужно было какой-нибудь шарфик надеть, потому что у меня здесь голая шея. У меня случилось непредвиденное. Вы помните, я хотела надеть брошку, и когда я стала её надевать на платье, у меня отломался замочек в ней. Ой, как жалко, надо будет чинить. Ну, старая вещь, винтажная, у неё, конечно, случаются. Поэтому я просто надела вот такие вот жемчужные бусы и решила надеть уже тогда вот такие вот серьги большие, жемчужные викторианско-инковские. Я даже затрудняюсь определить, как бы, к чему они больше относятся, к викторианским серьгам или какие-то инко-ацтековская такая вот, знаете, культура. И, значит, надела я белые сапоги, бежевые молочные, бежевый молочный плащ и бордовую сумку, красно-бордовую под цвет платья. Сейчас я развяжу плащ, чтобы вы видели, как это выглядит вместе. Хотела надеть бордовые сапоги, но решила, раз я надеваю светлый плащ, то я смогу надеть светлые сапоги и взять светлую сумочку. И тогда я буду, не светлую, а бордовую сумку под цвет платья, красно-бордовую такую. И тогда это будет выглядеть вот так вот неплохо. Может быть, я сейчас сниму плащ и покажу вам, как выглядит платье с сапогами и с сумкой. Вот так. Итак, так выглядит мой аутфит. Что у нас? Среда, правильно? Так выглядит мой аутфит среды. Вот эти серьги, белый такой бежевый молочный свитер, в юбку, на удивление, я в ней еще влезла. И как бы даже застегнулась, и даже она на мне не сильно трещит. Единственное, что в ней довольно такой вот большой разрез, и мне будет на работе не очень, может быть, это комфортно. Поэтому я, наверное, ее подхвачу каким-нибудь, какой-нибудь булавочкой вот тут вот, или пару швов сделаю, пару стежков, чтобы она так не расходилась. То есть у меня, когда садишься, знаете, это все. Ну, я сижу как бы под столом, меня не видно, но все равно. То есть я не сижу под столом, я сижу за столом, но часть моя ниже пояса, она находится под столом. Я сижу в углу, там сзади ко мне никто не подкрадется. Решила надеть такие вот ботинки, коричнево-бежево-зеленоватые даже они немножко. Решила взять вот такую вот бежевую сумочку, которая сделана из ткани, холщовую, такую с кусочками кожи. И сейчас покажу вам, какое я надену пальто. Это очень легкое пальто-плащик. Оно сделано из трикотажной ткани в клетку. Видите, внутри оно, у него нет подкладки, оно просто вот сделано таким вот трикотажное пальто. Как раз коричневая с бежевым расцветка. Очень симпатичная, очень мне нравится. Мне кажется, очень подходит к этому аутфиту. Я его еще ни разу не носила, и оно, в общем, довольно новое у меня. Такое просторное, большое, очень мне нравится, классное пальто. Итак, девушки, аутфит четверга. Надела просто черные сапоги и взяла, конечно же, красную сумку, конечно же. Я хочу сказать, я понимаю, вот так вот выглядит это платье без пиджака. Я думаю, что оно само выглядит довольно неплохо. Оно очень симпатичное платье, подчеркивает талию, знаете, благодаря вот этому поясу здесь. Ну, просто прохладно в нем еще. Пиджак это довольно старомодный. Я уже говорила об этом. Рукава, вот эта вот полочка. Ну и ладно, как бы, знаете, я иногда вот как бы enjoy носить старомодные вещи. В принципе, смотря как их сочетать и что с ними делать. Вот так вот прошечка моя нарисовалась тут. Ой, как там мне ее снять? Вот так, видите? Хорошо, хорошо получилось. Я, может, сейчас возьму телефон в другую руку, чтобы было видно. Мне кажется, она хорошо здесь выглядит с этим аутфитом. Такая какая-то абстрактная брошка с этими цветочками и рукавчиками, оборочками. Здесь как бы никаких больше цветов не надо было. Ну и вот черные сапоги. Сейчас покажу, что надену сверху, как пальто. С пальто я решила не экспериментировать. Надела просто обычное черное в клетку пальто, потому что тут у меня такое все цветное и яркое, что я решила, что уж пальто, наверное, пусть будет такое не яркое, не броское. Достаточно у меня тут цветов, чтобы еще и пальто какое-то яркое надевать. Мне кажется, черное пальто очень хорошо вписалось вот во всю эту компанию. По крайней мере, гасит и глушит вот эту вот невероятную цветочность и яркость моего аутфита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и слава богу, пятница, девочки! Я все-таки решила надеть вот этот кулон, потому что, не знаю, мне показался он более уместным в этом аутфите. Надела я на ноги, у меня есть такие сапожки казаки под змею. Ну и под это дело я решила, что я уже буду таким, знаете, боха кантри стайл. Поэтому надела вот такое вот вязаное, как шерстяное пальто. Взяла вот такую безумную у меня из сумки. Она сделана из замши. И у нее ручка сделана из кроше такого, из вязаных таких, знаете, как макрометик. Вот. Ее можно носить вот так. Ее можно носить через голову. Сейчас покажу. В принципе, по большому счету, она носится вот так вот, через, как, кросс-боди. И вот так вот на боку, вот такой вот подушкой, лягушкой. Вот. Ну, в общем, вот такой вот аутфит у меня получился на пятницу. Такой кежуал, боха, ковбой, не знаю, кантри, как еще его назвать. Ну, вот цвет немножко дает сиреневый свитер. А все остальное, пальто и сумка, сапоги, все такое бежево-серо-коричневое. Ну, вот такой аутфит. Еще можно, в принципе, подпоясать пальто, завязать под пояс, под широкий. И будет очень интересно. Но сейчас я уже не стану этого делать. Я думаю, что вы поняли идею. Все, дорогие друзья. Надеюсь, что получилось не очень длинно, не очень нудно. Меня критикуют, что я все затягиваю, повторяю. Но я тоже по несколько раз есть такое дело. Есть такой грех. Я надеюсь, что вам понравилось. И что вы вдохновились моими аутфитами. А на сегодня все. До следующего видео. Всем привет из Канады. Люблю, целую. С вами была ваша Дита. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.